После того, как строение бывшей воинской части снесут, за дело вновь должны взяться строители. К слову, договориться с военным ведомством о передаче земли и быстром ее освобождении оказалось несложно. Мы сами удивились, но они пошли навстречу, и вот это все было сделано именно с администрацией района, и потом, понятно, на более высоком уровне. Правда, чтобы культурный центр появился, нужны средства, поэтому стоит задача попасть в федеральную программу «Культура». Мы можем при условии наличия проектно-сметной документации, экспертизы, что однозначно это дело уже готовится и на уровне края прорабатывается, мы можем войти в данный национальный проект, получить федеральные финансовые средства, немного добавляем своих, и на территории села Поспелихи появляется совершенно новое здание культурно-досугого центра. На днях с визитом в районе побывали гости. Не только порадовались дальнейшим перспективам, но и поддержали руководство района с дальнейшим преобразованием огромной территории бывшей воинской части. Ведь теперь попасть можно не только в программу «Культура». Далее мы здесь планируем по программе устойчивого развития сельской территории, комфортная городская среда, строительство детско-спортивного комплекса с уличными нашими площадками, ну и, конечно, по городской среде мы планируем парковую зону с велосипедными дорожками, с местами отдыха. Краевые власти обещали помочь с реализацией районных планов. К тому же у Поспелихи есть опыт успешного участия в программе «Единороссов. Комфортная городская среда». В ее рамках на территории района успешно реализовали четыре проекта. Ну а на появление культурно-досугого центра власти и теперь уже жители рассчитывают в ближайшие годы. Татьяна Голубева, День с толком.